Приветствую вас, и поскольку вы задаете свой вопрос достаточно общий, то рекомендации будут такими-то общими. Для того, чтобы дать вам более конкретные рекомендации, нужно, чтобы вы подоставили все-таки больше информации о том, что у вас произошло, что случилось, и конкретное обстоятельство того, что с вами произошло. Общие рекомендации будут такими, что мужчина уходит всегда по другим причинам. Первая причина заключается в том, что произошли какие-то негативные события в нашей жизни, которые подвигли мужчину на подобное решение, на подобное поведение. В этом случае вам нужно проанализировать то, что происходило у вас в последнее время, непосредственно перед уходом мужчины, и попытаться понять, что же мужчине не понравилось для того, чтобы это изменить. И показав мужчине, что вы изменили то, что ему не нравится, вы имеете шанс на то, чтобы его вернуть. Именно процесс возвращения лучше всего строить таким образом, чтобы, ну, сначала с ним общаться. Просто, непринужденно, без каких-либо претензий, без каких-либо таких, знаете, решающих разговоров и так далее, а именно просто непринужденное общение, где вы постепенно показываете человеку, что вы поняли какие-то моменты, поняли, что ему не нравится, и готовы это изменить. Но делать это нужно постепенно, делать это нужно не сразу, а иначе мужчина может от вас еще больше отдалиться. Чтобы этого не произошло, все-таки нужно соблюдать определенную дистанцию, определенную дистанцию от него. Следующий момент, это тот, что мужчина может уйти просто потому, что его чувство к вам остынет. В этом случае каких-либо негативных обстоятельств в вашей жизни нет, и в этом случае сделать вы ничего не можете, потому что насильный человек вернуть, соответственно, нельзя. В этом случае вам остается только поддерживать с ним общение, надеяться на то, что у вас появится шанс восстановить отношения с ним через непринужденное общение и через организацию, так сказать, второго дыхания по взаимодействию с ним. Здесь вам нужно только поддерживать позитивный настрой в вашем взаимодействии и другого шанса у вас на самом-то деле и нет. Понимаю, это должно принять, но нельзя вернуть человека против его воли. Если чувства у него к вам ушли, чувства у него к вам пропали, то вы не сможете никак ничего сделать, не сможете никак повлиять на его решение данного вопроса. Еще раз повторю, чтобы ответить на ваш вопрос более полным, нужно больше информации, нужны конкретные обстоятельства на вашей истории, на основе которой мы уже будем давать конкретные рекомендации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.